всем привет я уже позавтракала привела себя в порядок и скажу что ужасно сегодня спала просто как будто бы меня пинали толкали били я не знаю как после занятий вчера ужасно спала ноги у меня как будто вата тянула так просто места себе не находила это еще хорошо что у меня сегодня остался последний день отпуска и завтра уже пойду на работу я думаю слава богу что я хоть могу сегодня еще так дома если захочу еще допустим подремать хотя мне сегодня некогда валяться лежать мне еще есть планы на сегодня как всегда все хочется успеть в отпуске сделать конечно идеально я не могу в доме все в каждом уголке прибрать потому что ну это жизнь пыль мы живем все равно тут только прибрал тут тут только все вымыл и получается что все равно это все потом пылиться в одном месте прибрал в другом уже захламилась конечно все идеально до чисто не не убрать не тем более отпуск у меня была неделя вот недели один день и плюс там праздники совпали ноябрьские все равно конечно отдохнула завтра идти опять в полной силе уже работать но немножко осталось будет хоть скоро декабрь там уже полегче там уже будем знать что тоже наступят скоро праздники декабрь мой самый самый любимый любимый месяц я думаю что он пролетит вообще как один миг а потом начнутся месяцы которые я не люблю после новогодних праздников ну вот когда мы уже выходим на работу там числа 10 и там начинаются заморозки крещенские морозы и в общем самое такое вообще ненавистное время начинается ты инвалид после 10 числа после 19 даже потом февраль но и март в марте я более-менее начинаю когда уже там 8 марта проходит вот к 8 марту более-менее как-то начинаю уже оживать скажем так в общем сегодня у меня так все болит о не знаю как сегодня день прохожу прямо ужасно вот что значит не заниматься вова тоже говорит что раньше любил тоже бегать и футбол там гонять сейчас говорит живот уже вырос и тяжелее жить стало тяжелее надо все таки заниматься бегать как все ломает вот по поводу бровей скажу что но пока непривычно ярко смотрится ярко смотрится брови и вчера я вот тоже чувствовала что вот тут возле бровей меня у меня все болело все тянуло челку челку 5 сборовила все как-то возле бровей болело но это все таки понятно что все таки набивали иголкой понятно что это не так-то легко но как организму кожи да все равно что-то что-то происходило и понятно что вот мне как бы вокруг бровей у меня так подбаливали не сказала бы что это ужасно что это прям как зуб болит него нет но так чувствуется как будто что-то припухло и когда вы задеваешь рукой так немножко чувствовалось что больновато и вчера легли уже спать вот тоже там нечаянно так это руку положил это у меня же брови тут больно такой твои брови точно вот ладно буду привыкать все равно это так облегчит меня сейчас жизнь потому что я вот скажу что я вижу девчонки до рисуют брови там они могут ресницы не красить но у них с нами пользоваться румяна там тонального снова наносить но не люблю рисовать брови мне не получалось я не могу эту форму тоже правильную какую-то найти и сама мастер сказала что у меня очень очень подвижная мимика вот тут вот где-то вот как раз таки вот я в папу папу тоже такие как бы брови может нахмурить вот он награды что очень подвижная мимика какая-то лица тут что прям вообще вот выиграть человек который у которому я вообще с трудом нарисовала потому что смотрела на меня ей казалось прям правильно все прямо там все ровно когда мы подходили к зеркалу мы обе видели что что то не так причем когда я сама красила брови я я всегда думал что я бы как бы ровно рисую да я рисовала вроде типа одинаково но на фотках я потом видела что мне одна бровь выше другая ниже а это значит у меня такая мимика лица очень подвижно и поэтому тут видимо дело не в том что мы можем нарисовать видимо ровно но раз так сильно у меня с бровями получается как-то мимическое лицо такое очень вы может меня поняли не знаю почему но я к тому что все все равно у меня сейчас хлопот не будет утром стану тенями накраситься ресницы накрасить это это мне не проблема это я люблю поэтому ресницы я кстати не планирую наращивать не хочу вот потому что ресницы я и так люблю сама красить как мне это вот что что но ресницы мнение составляют какой-то проблемы я знаю что девчонки тоже наращивают ресницы потому что они не хотят краситься потому что встал и пошел а я вот мнение вот что касается тени глаза да там подводка я не знаю ресницы мне как бы это вообще не в тягость я наоборот люблю а вот брови для меня была проблема из проблем всю жизнь можно сказать как я их подщипала сначала мне по моему мама в первый раз помогла в детстве подщипать потом я начала их выщипывать форму как бы особое мнение было такой не понять не понять что такие дела сейчас вот у нас хоть и солнышко тут выглянуло сейчас пойду на кухню кстати у меня катюха занимается дистанционно сидит за компьютером слушает уроки вот наверно скоро сейчас она закончит какое-то время 12 часов пойду посмотрю что там она заканчивает или нет и я-то позавтракала а я сейчас накормлю потом что мне мне нужно суп сварить но для супа мне не хватает продуктов вот не знаю надо как-то спланировать день чтобы успеть все сегодня тоже сделать много а мне надо морковку про это я до сих пор так и не прокрутила ее на металл стоит сейчас пойду морковку наверно прокручу на мясорубке и нарежу этими кубиками часть кубиками часть пусть будет натертая вот и наверно потом сходу до магазина и буду уже к ужину что-то готовить суп надо сварить вот ну и все так особо каких-то сегодня грандиозный а кстати мне вроде на валбарис опять что-то пришло может быть еще давал бриса дойду потому что металл не все еще вот пришли все посылочки заказики так что грандиозных планов на сегодня нет будем по мере поступления все выполнять как обычно котяшка спит у нас они так сон я люблю когда у нас вот одна сторона не солнечная другая солнечная вот у нас спальня всегда солнечно приятно днем солнышко выглядывает посмотрим катя у нас на дистанционном сидит делает уроки учится наконец-то я управилась морковью вот так натерла мясорубки на электро сейчас без мясорубки без этой никуда вообще классная вещь не знаю раньше вообще не понимала почему-то она у меня стояла и мне было лень ее вытаскивать час я ее поставила недалеко туда рядом чтобы я могла ее достать и пользоваться надо и правда вот помыть тут уже натекло помоя сейчас уберу это самое далеко уже убирать не буду наверх буду держать ее при себе очень удобно и свеколку нашинковать там капусточку нашинковать морковочку картошечку мясо в общем круто вот у меня столько моркови получилось значит и вот еще нарезала вот такими кубиками целые целое блюдо вот железное сейчас тоже буду в пакет у меня уже в морозилку ничего не влазит морковка это кабачки и перец свекла в общем заготовок нынче сделала потому что мы не знаем где ее хранить на балконе она может быть там замерзнуть да и не такая она уже сочная стала потому что там было солнышко сначала на балконе потом она начала дрябнуть так что сейчас вот заморожен пусть и пусть надо будет достану и приготовлю вот таким образом общем буду все сейчас убираю по моему мясорубку эту почищу здесь уберу все на свои места а вы как храните овощи где или вы покупаете только по минимуму вот если бы у нас конечно был подвальчик какой-нибудь то мы бы там хранили конечно у нас у нас на даче нету погреба так что нам мы туда не ездим мы как вот уехали осенью туда только уже на открытие сезона дачного едем вот так что нет нету у нас место для хранения вот буду в заморозку только закидывать в общем я на кухне у меня сегодня так день и так и знала что у меня пройдет сегодня такой непонятный день хотел написать список что мне нужно было сегодня сделать и забыла вот мой косяк что я не пишу все таки на бумажку вот прописывать записывать что запланировала сегодня там что купить что там то и все не вот и у меня есть эти планеры я вам показывала что я заказывала их на вал борис у меня все это есть но забываю забываю спланировать записать такой день в общем у меня был непонятный вроде бы ничем не занималась сейчас достала опять эти караси или как называется правильно не знаю окуни карусин караси 4 штучки это только я буду себе жарить мои не едят для для себя пожарю сейчас и все и поем рыбку на ужин сегодня я завтракала ела кашу кашу лицевую ела и и сосиску ела все больше ничего не ела сейчас от рыбку пожарю для своих я готовлю плов видите как у меня тут все дымит вот в общем на кухне занимаюсь как всегда домашними делами кулинарию я шучу не кулинарию это я просто по-быстрому сейчас плов замочила тут рис у меня чеснок и рыба вот так что пока ничего такого не происходило время уже пол шестого это самое катя у меня сегодня сходила погуляла хоть проветрилась тоже гулять надо потому что воздухом дышать надо она у меня редко ходит гулять потому что все время сидит дома и кстати очень часто на в телефоне постоянно дергиваем и дергиваем это я не знаю проблема всех проблем я и сама то то снимает у смотрю youtube так что сейчас в этих гаджетах куда деваться вот завтра раздыхайте же смог по работа неохота еще бы наверное я отдохнула до отдохнула как-то дела по делу домашние тоже все равно всегда мало всегда казак кажется еще бы денек еще будете еще бы денек и тогда бы хватило на нет конечно нет завтра на работу сейчас вот приготовлю ужин потом планах больше такого ничего нет посмотрим сериальчик мы сейчас смотрим сериала самка богомола кто смотрит пишите как вам сериал вот смотрим самку богомола в свой вот на я посмотрим какую-нибудь одну серию может быть и потом разберемся все по своим комнатам чем такой мне сегодня день показывать нечего рассказывать нечего ну и особо тоже трудиться мне сегодня неохота была потому что надо силы копить для для рабочей недели чтобы быстро не устать ну вот так что пока так вот такая у меня рыбка да конечно не желательно на масле тоже жарить лучше запекать рыбу да но короче как вот их только жарить ну пока уж сильно я не буду так себе запреты ставить решила что уж рыбку то поем такую вот тут у меня плов делается готовится и делаю для своих тоже сухари потому что вова в карте любят хрумкость я им сейчас духовке сделаю да и хлеб у нас пропадает две булки взяли в общем как-то в этот раз не съели потому что пекла пирог картофельный и в общем хлеб остался сейчас буду делать сухарики и и они сухарики сухариками его съедят хорошо ну что девчонки пришла я в ванную вечер буду снимать сережки буду умываться и попробуем с вами вот мои новинки так вот я сегодня хочу попробовать вот эту пенку и вот эту маску маску пленку сегодня пробовать пока не буду в следующий раз пока вот хочу два средства вот этих узнать поближе так заколю сейчас челочку я не люблю вот эти штуки кстати поняла вот эти вот всякие у нас вот это есть всякие ушки там не нравится мне я в них смешная какая-то лучше вот заколкой заколю если даже намочится у меня господи высушится ничего страшного так так вот заколю челку и все чтобы не мешало самое главное вот эта пенка очищает поры но я не знаю смывает ли она макияж не знаю поэтому я все таки макияж смою своим обычным средством а а потом мою с пенкой так доставлю-ка я вот этот вот у меня уже его маленечко уходит уходит надо купить снова мой сим смой макияж все смыла этим средством за один раз слегка и спокойно смыла тушь смыла тени по-моему у меня или не была сегодня подводка не помню смыла нормально теперь попробую вот эту пенку тут у нас штучка открываем черная-черная пенка должна быть я не знаю много не много я взяла но первый раз попробуем может быть это много наверное это много все умылось этой петкой мне кажется можно было меньше ее конечно наносить потому что я так взяла очень много выдавила ее хватит я думаю что надолго и придавливать надо поменьше ну ощущается да прям что кожа чистая ощущаю это действительно так запаха особо не чувствую такого какого-то нормально в общем не знаю пока думаю что мне понравится эта пенка чувствую как будто чистое лицо стало очистилась она так ну . черный конечно не все равно же остаются ну в общем неплохое средство мне понравилось буду пользоваться потом уже когда буду чаще его использовать пойму получше как она мне понравилось или нет ну вроде бы неплохо так и вот сейчас вот такую бабл маску я так понимаю как так же она такой же как и в баночке но мне так кажется что она точно такой же как и в баночке кстати я же сегодня кстати я сегодня же утром попробовал этот пробник поле меня смотрит я знаю мне понравился аромат вообще такой классный как будто парфюма какого-то такой прям какой-то хорошо хорошего парфюма какого-то но на мой вкус так кажется понравилось мне да это средство спасибо ой так продолжаем дальше а вот нет аромата нет вообще ничего не пахнет вот такое средство тоже черного так и мы наносим я понимаю так что она должна пузыриться будет она кислородная смотрю зеркало но знаю что вы рядом со мной или она не должна пузыриться у кого есть такая маска подсказывайте должна пузырить просто этой баночке тоже черная маска ее наносишь и через несколько минут она начинает вся пенится и лицо такое все вспененное получается а вот это не знаю такое же почему так баба уже называется значит она должна запенится сдуваться вот здесь это поросенки же как бы такое нарисовано как пена что-то не пойму не пахнет ну и не чувствую вроде ничем не пахнет но Counselor мордочка себе такую же нарисовал как у поросёнка вот здесь Ну и что, где она сдувается-то, когда она будет пениться-то? Я решила на эту часть пока не буду наносить, все-таки пока остерегаюсь своих бровей, лишний раз не буду трогать, попробую вот так вот, сейчас пойду, Вове покажусь, что он скажет. Так, я пойду прочитаю про это зрительство, потому что я не понимаю. Та маска как-то она быстро пенилась, а вот эту мажу-мажу и нет. Не поняла, в общем, сейчас пойду прочитаю и вам скажу и сама пойму. Пойдемте вместе сходим к Вове, что он скажет. мы шли к тебе, чтобы ты напугался. мы хотели узнать, что ты скажешь, когда я покажусь тебе. ужас просто, сердце в пятки. Ты уже привык так-то вообще-то. ты уже не сильно напугался, он уже не сильно напугался, если честно. Потому что он привык, что я постоянно делаю какие-нибудь маски. но это ужас. Это поросенок хрю-хрю. хрю-хрю. Ладно, пойду почитаю, почему она не пенится. Ну, не особо испугалась. В общем, Вова у меня уже привыкший, что я делаю маски. Он уже не так пугается. Иногда он может быть там, когда не ожидает, я где-нибудь подкрытуюсь, он там как бы бывает. Ну, так он знает, что я постоянно делаю маски, поэтому он уже не боится меня. В общем, прочитала я про нее в интернете, набрала. Это написано, прочитала про нее, что нет, не будет так сама. Но при взаимодействии с водой она должна. Попробую сейчас с водой. Типа, если ее намочить... В общем, эту маску пока не подняла, если честно. Не знаю. Для меня бабл маска это должна как-то уже быть, наверное, пузыриться как-то, быть какой-то объемной. У кого есть такая маска, рассказывайте, все ли я правильно сделала или нет. Я еще буду внимательно читать, может быть, еще что-то я неправильно там прочитала. Но, может быть, она и должна быть абсолютно другой. Не может же две маски быть одинаковых. Так правильно? Значит, что-то у нее тут по-другому немного. Если в той баночке там она быстро взаимодействует, да, вот когда наносите на кожу, она быстро работает и вся такая становится объемной, то, может быть, это и не должна. В общем, если у кого-то есть, то пишите, а я буду пробовать читать про нее. И потом уже, конечно, после... Один раз это мало. Буду пробовать и потом уже пойму и скажу свое мнение, понравилось или нет. Ну, пенка, скажу, что пенка хорошая, понравилась сразу. Это пока не поняла, почему бабл и она так в объеме не увеличивалась. Вот. Ну, все. Лицо очистила. Давайте еще тоник нанесем. Попробуем тоник и будем уже заканчивать видео. Давайте еще тоник попробуем. Постный масок. Как кожа хорошо очистилась или нет. Просто я тоже читала, что кто-то использовал маску, а потом тоником прошелся и следы остались. Ну, типа, как бы... Кожа якобы не так еще хорошо очистилась, что ли. Вот так поняла. Так что сейчас попробуем. Скажу, тоник мне нравится, как пахнет. Лицо такое, да, красноватое немножко стало. Но, в принципе, мне не щиплет. Я не знаю, почему. Может быть, уже просто тут намыла, натерла. В принципе, диск у меня чистый. Тоник мне пока нравится. Тоником довольно очень. Вот этим тоником сейчас покажу. Вообще нет. Не знаю, теперь его куда девать. Он мне не понравился. Во-первых, сама упаковка желает лучшего. Постоянно все льется мимо. И сам по себе тоник липкий. Какой-то он ни о чем. Вот этот тоник мне понравился. Буду пользоваться. Я еще тоник заказала. Он был тоже по акции. Навалда и скоро мне придет. Это мой постоянный любимчик тоже, тоник. Я покажу, когда все придет. У меня еще не до конца все пришло. Все, когда до конца придет, я все покажу. Вот. Но, в принципе, этот тоник тоже хороший. Буду пользоваться им. Думаю, что он у меня уйдет весь на ура. И еще буду заказывать. Ну, я пока в нем не разочаровалась. Все устраивает. Так, ну все вроде бы. Да. Еще можно нанести крем. Я нанесу сукла раз. Всегда все нюхаю, потому что люблю, когда вот вкусно пахнет. Вот этот крем обалденный. И по аромату, и по самой текстуре, и как он впитывается. То есть, нравится мне. Только что лопаточки нету. Это, конечно, не очень, наверное, хорошо. Но не было лопаточки здесь. Здесь. Все. Намазалась. Буду благоухать. Еще, конечно, руки крема. Пока я использую вот эту Хималайю. Запах вонючий, конечно, у него. Я когда мажусь, у меня Ксюха говорит, фу, чем-то наматывалась. Запах, да, такой. Как знаете, Бора. Ну, чем-то напоминает мне. Знаете, вот кто знает вот этот крем? Бора классик. Практически одинаково. Бора классик, наверное, хуже. Все равно хуже. По запаху, конечно, он ни о чем. Но мне нужно просто, чтобы он был очень-очень жирный крем для рук. Вот у меня, видите, вообще просто в лед. Все улетает. Очень сухие. Мне даже мало. Не хватает. Вот у меня сейчас проблема это с руками. Зимой. Пока не выгоднет солнышко. Пока не выгоднет солнышко, так и будет. В общем, пойду сейчас уже ложиться отдыхать. Посмотрю, конечно, девчонок своих, как обычно, тоже. Вот. Крем супер. Советую. Маска это вообще нечто. Маска вообще классная. Маска мне нравится тоже. Такая. Такая. Супер. Клоранс. Вот. Ну что. Вот такой у меня сегодня был день. Вроде бы ничего особенного. Но мы его провели вместе. И это очень хорошо. Сейчас уже буду отдыхать. И увидимся в следующих видео. Всех люблю. Целую. Ваша Оля. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok